Продолжение следует... Но мы пели такой замечательный псалом. «Научи меня, Боже, молиться, Твой священный закон соблюдать. Научи гордым сердцем смириться, Твою волю во всем исполнять». Некоторое время тому назад, я думаю, приблизительно около года, молодая группа братьев вышла петь псалом, и я внимательно слушал, как они поют, и услышал там такие слова. «Чтобы мы действовали в этой жизни так, как поем». Я вдруг поймал себя на такой мысли, что действительно, сколько прекрасных, замечательных псалмов мы поем о любви, об отношениях к Богу, сколько проповедей сказано, сколько стихов сложено. А вот насколько осознанно мы понимаем то, чтобы нам не просто петь, не просто проповедовать, не просто говорить, а жить так, как мы поем и как мы проповедуем, чтобы это действительно было жизнью нашей и отражением нашей жизни. Так вот здесь, в этом псалме, который мы пели, там было сказано «Научи меня, Боже». И что самое главное? «Чтобы смириться гордым сердцем». К сожалению, большинство из нас, я думаю, что все мы не исключение из этого, у нас все-таки живет человеческое естество, человеческое естество, которое любят, когда нас хвалят, любят, когда говорят хорошее, когда приятное за нас говорят. И вот здесь, в этом псалме, который мы постоянно, часто поем, сказано «Научи меня, Господи, научи, чтобы гордым сердцем смириться». Именно только тогда, когда произойдет это смирение этого гордого сердца, только тогда я могу достойно исполнять Твою волю в этой жизни. А дальше второй куплет после этого говорит «Чтобы жил ты во мне безраздельно». Вы когда-нибудь раздумывались над тем моментом «безраздельно, чтобы Бог жил с нами?» То есть, кто с кем не должен разделяться? Как это должно произойти? «Чтобы ты жил во мне безраздельно». Ну, я знаю единственное, что является причиной нашего разделения с Богом. Это 59 глава Исаии, где сказано «Рука Господа не сократилась, чтобы спасать, и ухо не оттяжелело, чтобы слышать, но грехи ваши и беззакония ваши производят разделение между вами и Богом вашим». Так вот, когда мы поем «Чтобы жил ты во мне безраздельно», я думаю, что мы понимаем, что мы подразумеваем, чтобы грех не разделял нас с Богом. Но для того, чтобы этого не произошло, должно произойти следующее, что мы поем «Дух Святой, чтобы во мне пребывал». А вы знаете, что происходит с нами, когда в нас пребывает Дух Святой? Апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе об этом сказал следующее слово, «Что если же Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и наши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». А дальше говорится в этой главе «А если Христос в вас, то тело мертвое для греха, а Дух жив для праведности». Поэтому, чтобы Дух Святой всегда в нас пребывал, это и сделает способным нас, чтобы мы были безраздельны с Богом нашим. Потому что именно грехи производят, а когда Христос в нас, то тогда тело мертвое для греха, а Дух жив для праведности. И именно тогда может произойти то, что сказано в 6 главе послания к римлянам 1, где сказано «Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». И это должно произойти, что мы действительно могли бы соединиться с Господом. И что происходит тогда, когда Дух Святой пребывает в нас? Там следующая строчка говорит «Чтобы любил я тебя беспредельно и лишь имя твое прославлял». А как вы думаете, вообще это возможно для каждого из нас, чтобы жить так, чтобы вся наша жизнь – это было прославление имени Господа? Поэтому я хочу сказать сегодня, или слово, которым я хочу поделиться, это будет о наших отношениях. Дело в том, что вчера вечером, кто был внимателен, брат Петр, когда заканчивал уже собрание, он молился о церкви. Молился, чтобы Бог устроял и благословлял церковь. Сегодня он молился утром об одной ячейке общества, в которой есть семья, и при этом он сказал, чтобы ты пошли свою любовь и правильные отношения, чтобы они были вот там, в каждой семье, в каждом доме. Ведь действительно, братья и сестры, вот если мы задумаемся, можно много сказать про красных проповедей, можно пропеть много красных псалмов, даже можно выучить Библию наизусть. Я знаю людей, которые могут цитировать очень много, скажем, из Библии, которые могут стихотворений много рассказывать, которые могут, скажем, заповеди наизусть без единой запиночки и без единой ошибочки рассказывать. Но знаете что, друзья? Когда дело дойдет до определения нашего спасения, а сегодня молодежный хор пел, который первый псалом, если кто-то внимательный был, весь этот псалом состоял из одних вопросов. Одни вопросы задавались в этом псалме. Я думаю, что когда мы закончили петь псалом, многие из нас уже должны были на некоторые из этих вопросов, наверное, уже и ответить. Готовы ли мы предстать перед Всевышним Богом, когда земля перестанет крутиться, вертеться, и все это остановится? Готовы ли мы дать отчет? И вы знаете, когда придет этот момент, и каждому из нас придется определить нашу вечность, потому что не мы ее будем определять, а наша жизнь, как мы ее прожили, определить, потому что Бог по нашей жизни, по тому, как мы жили и как мы поступали, даст оценку и скажет, ты налево, ты направо. И тогда не будет такая оценка, вот ты хорошо знал заповеди Божии, вот ты хорошо проповедовал, вот ты хорошо пел, вот ты много молился. А там будет сказано следующее. Я был болен, ты посетил. Я был наг, ты одел. Я был голоден, ты накормил. То есть, по сути дела, все наше спасение напрямую зависит от нашего отношения друг с другом. И как только мы понимаем то, насколько важны наши отношения к другому человеку, то тогда только мы начинаем понимать, как важно не просто знать заповеди наизусть, не просто говорить хорошие проповеди, но и действительно поступать в этой жизни так, как мы поем, так, как мы проповедуем и так, как мы говорим. Первый стих, который я хочу прочитать сегодня, это будет Иоанна, 13 глава, 35 стих, слова Иисуса. «Потому узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою». Давайте обратное посмотрим. Если мы не имеем любви между собой, что узнают тогда Он от нас люди? Что мы не ученики Иисуса Христа, что мы не Его последователи. Значит, единственным таким, скажем, важнейшим критерием, который действительно подтверждает, как, знаете, вот есть такое определение, которое точно подтверждает, что мы ученики Иисуса Христа, это когда мы имеем любовь между собой. О любви сложено множество гимнов, о любви говорят очень много, все хотят и ищут любви, все говорят о любви, и в то же самое время мы читаем уже теперь Матфея, 24 глава, 12 стих, где Христос тоже говорит, обращаясь с твоими учениками к народу, говорит, «И по причине умножения беззакония у многих охладеет любовь». Значит, именно по причине того, что среди народа умножается беззаконие, чем больше умножается беззаконие, тем меньше становится любви, тем больше она охлаждается, тем больше отношения разрушаются, тем больше, извиняюсь, разрушаются отношения между собою. Почему? Потому что у людей, у которых умножается грех или умножается беззаконие, любовь там уже просто нету места для нее, она уже не может действовать. Следующее место, которое я хочу прочитать, это будет 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 10 стих. И здесь говорится о людях, которые погибают за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Там прямо сказано, что погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Значит, братья и сестры, если мы действительно хотим спастись, если это является нашей целью, и мы действительно желаем в нашей жизни иметь спасение, то мы должны принять. Давайте запомним этот стих. Это очень важный стих, и он в дальнейшем мы поймем, почему я прошу сейчас запомнить. За то, что они не приняли любви истины для своего спасения, они погибают. Люди погибают именно за то, что они этого не сделали. Сегодня, когда мы живем и говорим, что мы церковь, а что такое церковь? Церковь – это не здание. У вас прекрасный, хороший молитвенный дом, у нас тоже в Портленде хорошие молитвенные дома, но это только здание, это только дома. Сама церковь – это люди, потому что, я думаю, никто не обидится на меня, если я скажу, что церковь – это выдуманное слово. Потому что по Библии, на самом деле, идет слово «еклесия», которое дословно переводится «собрание святых». Вот если уж говорить так, то место, где очень часто в Библии переводится как церковь, оно должно называться «собрание святых». Но я думаю, что это слово, и по-английски «черч», то же самое, что по-русски «церковь». Я думаю, что это слово придумали, чтобы дать точное определение не какому-либо собранию, а именно собранию верующих в Господа нашего Иисуса Христа, собрания верующих, которые посвящают свою жизнь Богу, и именно, желая выделить это, они назвали это церковью. Но мы часто церковью называем дом молитвы. Говорим, пойдем в церковь, во сколько церковь будет сегодня в каком здании, или как далее. То есть мы все время в церковью называем здание, так привычно для нас. Но вот мы верующие в Иисуса Христа. Что значит этот статус ученики Иисуса Христа? Что значит этот статус христианин, последователь Иисуса? Вот если я этот статус определю следующим образом, что мы уже здесь на земле перешли из жизни в смерть. Вы согласитесь с этим? Извиняюсь, наоборот. Из смерти в жизнь. А так не согласитесь, правильно сделаете. Из жизни, из смерти в жизнь. Мы перешли из смерти в жизнь. Как определить, что я перешел из смерти в жизнь? Какое определение дается? Писание. Кто помнит, кто знает на это? Как вот взять и определить, что вот я уже теперь не в смерти, я уже в жизни нахожусь? Поможем немножко. 1 Иоанна 3 глава 14 стих. Если можно, высветите, чтобы люди видели. А мы знаем, а мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Вот где это определение лежится. Мы тем, что мы любим братьев, это оказывается, что мы перешли из смерти в жизнь. И если кто-то сегодня, на данный момент, не любит брата, если он еще сегодня не любит брата, он еще пребывает в смерти. Значит, у него нету этого перехода, у него не произошел этот переход от смерти в жизнь. Почему? Потому что он не любит брата своего. У него нету этой любви, нету этого чувства. А следующий стих после этого вообще говорит довольно серьезные вещи. Он говорит, всякий, всякий, без исключения, и неважно, ты член церкви или не член церкви, какую должность ты в церкви занимаешь и в каком положении ты находишься, но всякий, кто ненавидит брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что всякий человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. То есть, вот этот переход, который от смерти в жизнь, это значит, когда человек жизнь имеет в себе самом. Он пребывает в жизни, он находится в жизни. Но для того, чтобы эта жизнь жила в нем, условием обязательным является любить брата. Потому что, если ты его ненавидишь, ты человек-убийца и не имеешь в себе жизни вечной. Следующая глава этого же послания, 20-21 стих, говорит следующее. Кто говорит, кто говорит, я люблю Бога? А я думаю, что практически все из нас говорят эту фразу. Я люблю Бога. 1 Иоанна 4,20. Я люблю Бога. Сколько раз мы это говорили? Сколько раз произносили это? Господь, я тебя люблю. Но если ты говоришь, что ты любишь Бога, а брата, который рядом с тобою ненавидишь, определение, ты лжец. Ты обманщик. Только что брат передо мной говорил о Девятой заповеди, говорил о том, как часто люди нарушают это. И вот если кто-то говорит, я люблю Бога, я люблю Бога, я так люблю Бога, Бог у меня на первом месте, все. Но рядом стоит брат, не-не-не-не, этого брата я любить не могу. Лжец. Лжец. Если ты не любишь брата, которого видишь, как ты можешь любить Бога, которого ты видишь? А теперь снова, если давать определение того, что Библия дает каждому из нас. Мы помним 22 глава книга Откровения, 14 стих. Блажены те, которые соблюдают заповеди Господни, чтобы им иметь право на древо жизни и войти в город воротами. Но следующий стих после этого говорит, о вне псы, чародеи, любодеи, и там сказано, и все любящие, нет, и все любящие, делающие ложь, да, или говорящие ложь. Неправду. Так вот, если человек делает неправду, то его место вне. И как результат, как результат, он является лжецом в глазах Божьих, он является человеком, который не имеет в себе жизни, он еще человек, который пребывает в смерти. Теперь я хочу обратиться, помните, я попросил запомнить стих 2 Фессалоникийцам 2.10, где я сказал, за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. У нас есть такое понимание, и я сталкиваюсь с ним практически постоянно. Очень многие люди, даже по многу-много лет верующие, они произносят следующую фразу. Они говорят, 1 Коринфянам, 14 глава, первый стих сказано, достигайте любви и ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. И получается, что человек живет в постоянном поиске любви. Он ее все время ищет, он все время хочет ее найти. И вот это слово, достигайте, вот человек уверовал, принял Господа в свое сердце, совершил покаяние, принял водное духовное крещение, он достиг уже любви или нет. Чаще всего он говорит, нет, я ее еще ищу. 10 лет веры, ты достиг уже любви, нет, я ее ищу. 20 лет, 30 лет, 40 лет, 50. Человек на смертном одре и говорит, достигайте любви, когда-нибудь я ее достигну. Не становится ли она чем-то похожим у нас, но есть такие примеры, или как часто поступает, чтобы заставить осла идти вперед, ему на палке привязывают спереди морковку, и он ее видит все время и думает, я сейчас до нее дойду, но он все время идет, а она на таком же расстоянии от него находится, потому что она идет вместе с ним, и чем дальше он идет, тем дальше, скажем, эта морковка в таком же виде, но он идет, он ее ищет, он ее хочет достигнуть когда-то. Не проявляется ли в нашем состоянии или в наших сердцах та же самая ситуация? Мы все время говорим о достижении любви, мы все время говорим, что когда-нибудь мы ее достигнем, когда-нибудь вот наступит тот момент, когда-нибудь вот будет у нас любовь, но если мы читаем все Писание, она говорит немножечко о другом, о чем? Что люди погибают за то, что они не приняли любви истины, именно за то, что они ее не приняли, они за это погибают, и поэтому, если мы перенесемся в Римлянам, пятую главу, пятый стих, там сказано, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась сердца наши Духом Святым данным нам. Итак, любовь надо достигать или любовь уже излилась в наши сердца? Она уже излилась. Так, теперь следующий вопрос возникает. Мы ей не даем возможность раскрыться, подавляя ее своим естеством, потому что в том же псалме, которым мы пели вчера вечером, там написаны эти слова, чтобы любил я тебя беспредельно и лишь имя твое соблюдал. То есть, научи меня в этом, чтобы твоя любовь, она была во мне. Так, что происходит? Этой любви нету у нас. Почему? Почему? Мы хотим ее достигнуть. Мы стремимся, мы говорим, когда-нибудь мы ее достигнем. Не становится ли она для нас каким-то миражом, где мы ее впереди все время думаем, когда-нибудь, когда-нибудь, когда-нибудь. Представьте себе человека, лежащего на смертном одре и не достигшего любви. Только что мы слышали, что он пребывает в смерти. У него нету надежды, у него нету жизни, он не является учеником Иисуса Христа, он лжец. Все, что было сегодня прочитано в том человеке, у которого нету любви, показывает, что в таком состоянии просто невозможно иметь спасение, просто нету надежды, если у тебя нету любви. Но как же это все связать с тем, но ведь мы же столько много говорим о соблюдении закона Божьего, о том, что закон Божий, заповеди надо соблюдать. Давайте посмотрим на один пример. Приходит к человеку, приходит к Иисусу один человек, и он задает ему такой вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вот что я должен сделать? Соблюди заповеди. Очень просто, ответ простой. Соблюди заповеди. Он что отвечает? Я все это соблюл от юности своей. От самой юности я все эти заповеди исполнил, я все их сохранил, я все их соблюдал. Написано, что Иисус полюбил его. Но после этого, посмотрев на этого человека, он говорит ему следующую фразу. Он говорит, тебе не достает одного. До чего не достает одного? Что его вопрос, в чем заключался? Чтобы наследовать жизнь вечную. Для жизни вечной этому человеку не доставало только одного. Этот человек был очень богатый, и он ему говорит, раздай все имение свое, раздай нищим и следуй за мной. И человек этот отошел с печалью. Он немедленно отошел с печалью. Почему? Потому что вот именно это одно, которое Христос моментально увидел в его сердце, это одно мешало ему для его спасения. Результат, скажем, он отошел с печалью. Поэтому, когда мы говорим о соблюдении закона Божьего, то к римлянам 13 глава 8-й, 10-й стих говорит, не оставайтесь никому, должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого он исполнил закон. Невозможно иначе исполнить закон Божий, как только через то, что ты любишь ближнего своего. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, и не кради, и не лжесвидетельствуй, и не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя, ибо любовь не делает ближнему зла. И так, такая фраза, и так, как заключение, и так, любовь есть исполнение закона. Невозможно исполнить закон и не имея любви. Даже смысла не иметь исполнять закон, если в твоей сердце нет любви. Даже больше того можно сказать, согласно Священного Писания, даже тому юношему, которому Христос сказал, тебе одного не достает, даже если то одно, что тебе не достает сделать, но сделать без любви, нет тебе в том никакой пользы. Потому что все, что человек делает без любви, не приносит ему никакой пользы. Если мы читаем 12 главу 1 послания Коринфянам, то здесь говорится о церкви. И говоря о церкви, показано, какое единство должно быть в разнообразии церков. Насколько прекрасно, что мы все церкви разные, что мы имеем разные служения, разные взгляды, что мы видим или по-разному смотрим на разные вопросы. И Павел, когда пишет об этом свое послание, мы, конечно, сегодня не понимаем, что и почему было на сердце у Павла, что он писал именно так свое послание, но когда он пишет 12.12, первое послание Коринфянам, ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляет одно тело, так и Христос. Христос точно так же говорит, мы тело являемся его телом, телом Христовым, ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, все напоены одним духом, мы все напоены одним духом, один дух, который нас соединяет, один дух, который делает нас едиными, и при этом он произносит следующую фразу, это 14 стих, тело же не из одного члена, но из многих, и тело всегда должно быть таким, не из одного члена, но из многих, вы можете представить себе такую картину, вы идете по улице, и вдруг навстречу вам идет один глаз или одно ухо, на мгновение, представьте себе такую картину, абсолютно скажете, нет, 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 глаз без ног ходить точно не может, ему по крайней мере, чтобы идти, нужны ноги, поэтому смотрите, тело не может быть одно, оно должно быть разнообразно, и дальше он говорит, если нога скажет, я не принадлежу телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит телу, если ухо скажет, я не принадлежу телу, потому что я не глаз, то неужели она потому не принадлежит телу, если все тело глаз, то где слух, если все слух, где обоняние, но Бог расположил члены тела, каждый в составе тела, как ему было Ибо если бы все были бы один член, то где бы было бы тело? Невозможно, чтобы все тело было одним членом. Просто невозможно. Каждый на своем месте. Кто-то ухо, кто-то глаз, кто-то ноги. А некоторые члены вообще, внутренние наши органы, мы их не видим, но жить без них точно не можем. Без них мы точно не проживем. И дальше он говорит. Не может глаз сказать руке, вы мне не надобны, и голова ногам, вы мне не нужны. То есть в церкви никто никому, никто не может говорить, ты мне не нужен, я могу прожить без тебя. Вон дверь, и я без тебя хорошо проживу. Такого не могут члены говорить друг другу. Дальше он говорит. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, они гораздо нужнее, а которые нам кажутся менее благородные в теле, а тех больше, полагаем, попечения. Неблагообразные наши, даже такие есть, он говорит, даже неблагообразные наши, более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в этом нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле. И все члены одинаково заботились друг о друге. Но эта возможность одинаково заботиться друг о друге, эта возможность, чтобы страдает один член, страдают с ним все члены, славится один член, с ним радуются все члены, возможно только при одном условии. При присутствии любви. При пребывании любви. При том, когда любовь не когда-то там достигнется, а она живет в нашем сердце. Она уже излилась духом святым сердца наше. И поэтому совершенно не случайно, совершенно не случайно, что сказав об устройстве церкви, о попечении, о сострадании, которое должно быть в церкви, о том, что действительно мы должны друг друга поддерживать, сострадать и любить, следующая вся глава посвящена любви. Я надеюсь, братья сейчас мне там чуть помогут, то, что я просил. Если я говорю языками человеческими или ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Внимание! Если я не имею любви, если я не имею любви, я могу говорить языками человеческими или ангельскими. Давайте мы прослушаем немного. Что вы сейчас услышали? Кимвал звучащий? Сколько пользы он вам принес? Кто из вас лучше стал, ближе к Богу от того, что он прозвучал сейчас? Кто из вас понял, что действительно вот это сейчас так важно? Вот если ты говоришь языками человеческими или ангельскими, вот многие из нас очень большое значение придают и правильно придают, я считаю это очень важно, чтобы молиться на иных языках, чтобы эта сила пребывала с нами, это нужно, необходимо, но если у меня нет любви, вот этот скимвал прозвучал и все, никакой пользы. Никакой пользы. Ничего, никакой пользы. Следующий стих говорит, «Если я имею дар пророчества, я знаю все тайны, я имею всякое познание и всю веру, вот я всю, абсолютно всю веру имею, я знаю тайны, я имею дар пророчества, и вы знаете, что я даже горе могу туда или туда переставить эту гору, но если я не имею любви, то я ничто», – говорит следующий стих. Третий стих, внимание, «Если я раздам имение мое». Юноше было сказано, «Иди и раздай имение свое, и следуй за мною». И он отошел с печалью. Но даже если ты и раздашь свое имение, даже ты сверх всего, что только можно сделать, ты свое тело отдаешь на сожжение. То есть ты жизнь свою отдаешь. Ты просто жертвуешь свою жизнь, говоришь, «Я свою жизнь не ценю». Тело отдаешь на сожжение, но любви, если ты не имеешь, нет в том никакой пользы. Абсолютно никакой пользы. Никакой пользы, братья и сестры, в этом нет. Ты можешь тело отдать на сожжение и имение свое раздать. Ты можешь много добрых дел в своей жизни сделать, но если ты это делаешь без любви, то нет в этом никакой пользы. Вы подумайте, вот если уже так в общем посмотреть на то, что было сегодня уже сказано. Если я не имею любви, я пробываю в смерти. Если я не имею любви, я не могу исполнить закон Божий. Если я даже и исполняю все, до иоты, до деталей, но не имея любви, пользы мне все равно в этом ничего нет. Остается только одно, чтобы была у нас любовь. И не где-то, чтобы она жила в сердце нашем, чтобы мы действительно вот эти слова в том узнают, что вы мои ученики, что вы будете иметь любовь между собою. Как это узнать? Давайте читаем дальше. Любовь долго терпит. Вот когда в следующий раз кто-то из вас произнесет эту фразу, я больше не могу терпеть, мои силы кончились, у меня нету больше силы терпеть, я хватит, не могу больше терпеть. Сколько можно? Вот в этот момент вы должны понять, что любовь, она долго терпит. И если вы произносите эту фразу, то, скорее всего, потому что любви больше нет в вашем сердце. И если нету любви в вашем сердце, что ждет вас впереди? Это вопрос. Любовь милосердствует. Любовь – это значит милое сердце. Да, не сердце напыщенное, не сердце жестокое, не сердце надменное, гордое, высокомерное. Нет, это милое сердце, это мягкое сердце, когда человек смотрит на другого человека, и он смотрит с мягкостью. Он смотрит на другого человека, и у него расположение к этому человеку, потому что у него, у этого человека, милое сердце. И это делает любовь, которая живет в нашем сердце. Любовь не завидует. Она не может завидовать любовь. Вы знаете, у экклезиаста написано, всякий взаимный успех производит взаимную между людьми зависть. Чуть-чуть только где-то больше кто-то успел, и уже человек ему завидует. Уже, знаете, если у него случится что-то плохое, он будет радоваться. А еще больше у него хорошего будет, то совсем печалится будет человек. Но настоящая любовь никогда не завидует. Она радуется успеху ближнего человека. Пусть он будет в 10 раз больше, чем у тебя, но ты радуешься этому успеху. Почему? Потому что любовь не может завидовать. Дальше. Это можно вместе составить. Любовь не превозносится, не гордится. И если мы перейдем на следующий стих, говорится, не бесчинствует, не ищет своего. Любовь не превозносится и не гордится. Стоит человеку только чуть-чуть начать ставить себя выше, чем другой человек. Вот я не такой, как этот человек, вот здесь рядом стоит со мной. Я не такой, я лучше. Я лучше этого человека. Я больше знаю. Я лучше понимаю. Я во всем, вот уже в само состояние внутреннее, за которое говорит нам Писание, 4 глава послания к евреям. Ибо Слово Божье есть меч обоюдоострый, он проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные, и нет твари сокровенной или сокрытой от него, но все обнаженно и открыто перед ним. И вот когда ты только в сердце своем начинаешь превозноситься над другим человеком, как только начинаешь ты гордиться, то немедленно, как, что говорит Писание, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Как только у человека начинается превозношение, как тут же Бог говорит, да нет у тебя любви. Почему у тебя нет любви? Потому что любовь не превозносится, любовь не может ставить себя выше другого человека. Каждый из вас не должен думать о себе больше, нежели должно думать. Каждый не своей пользы, ищи, а пользы другого. И если мы читаем дальше, где сказано, не бесчинствую, значит, если ты делаешь беспорядок и неустройство где-то, то ты должен понять, почему я это делаю. Может быть, потому что нет в моей сердце любви? Может быть, потому что я больше не в состоянии любить так, как я любил раньше? И как дальше здесь сказано, не мысли даже зла. Вот даже мысли зла к другому человеку, оно не приходит. Это может делать только любовь, живущая в нас. Любовь, которая действительно старается, чтобы мы другому, ближнему делали так, как мы любим самого себя. Поэтому, когда Христу обратились и сказали, какая наибольшая заповедь, то Он, обратившись к этому человеку, сказал следующую фразу. Слушай, Израиль, Господь Бог твой есть Бог единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, душою, крепостью и разумением. Но Он не остановился здесь после этого. Он сказал, но вторая подобная ей, благодарю Петя, вторая подобная ей, вторая заповедь, и ближнего твоего, как самого себя. Поэтому, когда здесь, как говорится, не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла, то есть человек, он не должен и не может ближнему своему даже помыслить зла, чтобы сделать. Не то, что делать само зло, а даже мысль зла не допустить. И здесь мы видим, что тот человек, который задал Иисусу этот вопрос, он сразу же немедленно начал оправдываться. И он, желая оправдать себя, сказал, а кто мой ближний? И тогда Иисус говорит ему, некоторый человек шел по дороге из Иерусалима в Ерехон, и по дороге напали на него разбойники и избили его. И вот мимо этой дороги ушли три человека. Первый подошел, посмотрел и пошел дальше. Второй подошел, посмотрел и подоль дальше. Первый был священник, второй был левит. И третий, который был самарянин, он подошел, остановился, возлил вина и елея на раны, взвалил на осла, отвез в гостиницу, заплатил за эту гостиницу, говорит хозяину гостиницы, если издержишь что-то, придешь, я тебе еще больше за это заплачу. И вот поворачивается к этому человеку, говорит, кто его ближний? И не мог ничего другого ответить человек, как сказать, оказавший ему милость. Тот, кто оказал ему милость. Он говорит, правильно ты говоришь, иди и делай так же. То есть, вот на самом деле, вот в том ситуации, в этой притче, которую рассказал Иисус Христос, он показал, по сути дела, что священник, который в совершенстве знает закон Божий, и точно его знает, исполняет, но вот в этот день, он там, на этой дороге, оказался преступником закона Божьего. Я не иначе это понимаю. Он оказался преступником закона Божьего, потому что он не исполнил заповедь по отношению к ближнему своему, когда весь закон об этом говорит. И сколько бы красиво мы не говорили и не проповедовали, но если мы заповедь его не исполняем, мы становимся преступниками. И он прошел мимо, и только этот проход сделал его нарушителем закона Божьего. Так же сделал и львит. Братья и сестры, здесь сказано, что любовь не мыслит зла, но сорадуется правде. Не радуется не правде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, все надеется и все переносит. Есть такой стих в Библии, который говорит, знание надмивает, но любовь назидает. Когда человек действительно имеет любовь в своем сердце, эта любовь его назидает. Братья и сестры, сегодня у нас у всех есть замечательная возможность понять себя, проверить себя, вникнуть в себя, как говорит об этом Священное Писание, вникай в себя и в учения, и таким образом и себя спасешь и слушающих тебя. Можно много говорить о любви, но если мы не поступаем так, как говорит это Писание, и эта любовь действительно не проявляется у нас. Ведь как любовь проявляется? Писание говорит, что плод же Духа и на первом месте стоит любовь. Это есть плод Духа. Первое, что есть плод же Духа – любовь. Эта любовь должна в нас проявляться. Как оно проявляется и кто дает ей оценку? Дело в том, что сам себя человек оценивать не может. Это будет сразу неверная оценка. Оценивать его должны те, которые рядом с ним, ближние его. То есть те, вот как было сказано, кто же его ближний? Тот, кто оказал ему милость. Вот этот ближний мог оценить эту милость, как тот, вот этот человек проявил любовь. Он остановился, он сделал, он все это исполнил. И когда мы сегодня понимаем, что вообще-то даже хоть семейная жизнь, даже хоть отношения в любви – это не тогда, когда хорошо мне. Ведь очень часто многие люди именно так видят свою жизнь, чтобы здесь, на этой земле, хорошо было мне. А надо бы, чтобы хорошо было тому, кто рядом с тобой. Вот это настоящая любовь. Когда хорошо не тому, как человек говорит, мне, чтобы было хорошо, а хорошо тому, кто рядом со мной. Он дает эту оценку, насколько ты любишь, насколько твоя любовь проявляется. И знаете, это нелегкое дело. Говорить легче, чем исполнять в жизни. Это точно. Но мы точно имеем пример нашего Господа Иисуса Христа, который был той настоящей любовью, который сказал, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге. И только тогда человек может пребывать в Боге, когда он пребывает в любви, когда эта любовь проявляется в нем. Тогда эта совершенная любовь, она изгоняет страх, который есть в сердце у человека. Человек тогда уже не переживает, что его ждет в будущем, потому что он действительно перешел из смерти в жизнь. Он действительно пребывает в этой жизни, за которой сказано. Братья и сестры, и эта любовь, она пошла на крест Голговский. Эта любовь пришла на эту землю, оставив славу небес. Он пришел в этот мир, пришел подобный нам человек, исполнил волю Отца. Он говорит, я не пришел свою волю творить, но волю пославшего меня Отца. И в тот момент, когда он, оплеванный, избитый, униженный, висел на разбитой, прибитой к кресту Голговскому, эта любовь не мстила за себя, не говорила, отче, воздай им, отче, отомсти им за все, что они мне делали. Так он говорил? Нет. Он говорил, отче, прости им. Вот это делала любовь. Вот так она прощала, братья и сестры, несмотря на все. Очень часто задается нам такой вопрос. Вот нам бывает в жизни очень трудно. Кто-то близкий к нам человек, может быть, это муж, может быть, это жена, может быть, это брат, который с нами, может быть, это партнер по работе, может быть, это еще кто-то, с кем мы просто устали, тяжело, невозможно. Мы говорим, что просто дальше так уже невозможно. Или напротив, человек, который сделал нам зло, которого мы считаем врагом своим, такое тоже бывает среди верующих людей. Если бы этого не было, Писание не говорило нам, чтобы нам молиться за врагов наших. И если я смотрю на этого врага и говорю, все, этот враг сделал мне столько зла, задайте себе один вопрос. Столько, сколько мы, люди, сделали Христу? Кто-нибудь из нас может сказать, вот да, меня сделали столько же, сколько сделали Христу? Когда нам в жизни очень тяжело и трудно, и невозможно уже бывает этого нести. Когда-нибудь задумывались ли мы о том, что когда один человек именем Иов, который потерял весь бизнес, который потерял детей, который потерял все, все, что он имел, и кроме того заболел страшной болезнью, покрытой от темени до пяточки, и в этот момент, когда ему говорят, ты все еще тверд в уповании своем, да похули Бога и умри, и он тогда говорит, неужели мы только доброе будем принимать? И он сказал, Господь взял, Господь дал, будет имя Его благословенное, прославленное. Такое может говорить только любовь. Любовь, которую мы имеем к Богу, любовь, которую мы имеем к ближним, любовь, которая живет в нашем сердце. Братья и сестры, любовь никогда не перестанет. Все прократится. Все, что мы имеем, она все когда-нибудь закончится. Любовь никогда не перестанет. Так говорит нам Слово Божье. И поэтому сегодня у нас есть прекрасная возможность прославить Господа за ту великую любовь, которую Он имеет к нам, к человекам. Ибо если бы Бог отнял свою любовь, сказано в Писании, то из бесчисленного множества остались бы весьма немногие. Вы понимаете, вот разница между нами и Богом. Вот мы сейчас видим, солнышко греет над нами. И вот в Библии есть такой стих, Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и над добрыми. Вот что отличает нашего Господа от нас. Скажите, если бы у меня была такая власть, я вам правду скажу, мое Солнце восходило бы только над добрыми. Вот так отличает нас, что от Бога. Он говорит, Его Солнце, оно восходит и над злыми, и над добрыми. И Он настолько любит нас, и как Писание говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот так Он каждого из нас любит, вот так Он относится к каждому из нас, несмотря на все наши проступки, на все наши проделки, на все наши дела, которые мы имеем в жизни. Он любит нас по-прежнему, не желая, как там сказано у Петра, ибо не медлит Господь, как некоторые почитают о медлении, но долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вот настолько Его любовь проявляется, чтобы мы все пришли к покаянию. Мы сейчас будем молиться. Субтитры создавал DimaTorzok